Всем большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Очень рада всех вас видеть у себя в гостях и приветствовать на своем канале. Сегодня будет такое, наверное, очень лайтовое видео, немножко полезное, немножко просто поболтать. Сегодня я вам покажу свои огромные, наверное, уже запасы всего, чего только можно. Того, что я заказала на сайте iHerb. Я пропустила много посылок, которые я вам не показывала, ни распаковки, ничего. Но сегодня я вдохновила своим макияжем, я накрасилась. Вчера получила декоративную косметику новую с этого сайта, которую я вам сегодня покажу и буду демонстрировать сразу же все на себе. И вдохновилась действительно макияжем. Я думаю, ну накрасилась, не пропадать добру, нужно хотя бы ролик снять про iHerb, показать вам, что я заказываю, чем я пользуюсь, что-то посоветовать вам возможно. Тем более, очень часто в комментариях всплывают вопросы про сахар, про бады, про детишек, что я им даю в сезон у РВИ, простуд и так далее. Поэтому обязательно оставайтесь со мной, если вам интересна данная тема. И сегодня я, наверное, буду очень кратко и быстро говорить про каждый товар. Начну я вот с этой маленькой коробочки. Я ее заказала на сайте LaFletta. На самом деле LaFletta и iHerb это один и тот же сайт. Вы заходите на сайт iHerb, просто там есть вкладка LaFletta написано. Вы туда заходите и просто обладеваете от ассортимента, от того, что там есть. Ну, по крайней мере, когда я первый раз туда зашла, я уже там заказывала декоративную косметику, в том числе и профкосметику. Lora Pro я заказывала себе палетку, ну и не только. Как-то я показывала уже распаковку. И в день рождения свой, 10 февраля, у меня был день рождения, мне исполнилось 32 года. И как-то я этот момент пропустила, не снимала ролики, потому что болела. И тогда вот именно я делала заказ. И представляете, я себе заказала то, что я очень сильно давно хотела. Такие легендарные средства. Во-первых, я заказала самый легендарный хайлайтер на всем белом свете, наверное. Это, конечно же, Мэри Лу. Мэри Лу. Мэри Лу от The Balm. Посмотрите, какая красотка вообще. Очень-очень мне понравился этот хайлайтер. На самом деле, может быть, у меня были как-то завышенные ожидания. И у меня не было какого-то супер-вау-эффекта. Но, конечно же, я признаю, что хайлайтер хорош, ну дико хорош. У него очень приятная текстура. У него очень красивый цвет. И вот сама база, именно сам цвет этого хайлайтера не сильно такой неявный. И скулы не превращаются в оранжевое пятно или в белое, какое-то белесое пятно не превращаются. Очень много здесь продуктов. Хватит мне, моим девчонкам и внучкам моим. Посмотрите, какая классная пигментация. В качестве тени можно использовать. И очень деликатное действительно сияние. Нет шиммерных частичек. Прямо такое сатиновое влажное сияние. Если его заполировать в кожу, прям вообще супер получается эффект. Теперь это будет мой самый любимый хайлайтер. Очень нравится мне хайлайтер Эльф, который я тоже заказывала на сайте iHerb. И на Love Letter теперь вот будет любимый хайлайтер от The Balm. Следующее, то, что я заказала, это я еще пока не поняла, нравится мне это средство или нет. От Clinique Evan Beta. Я заказала знаменитый тональный крем. Он очень маленький. Мне показалось, на самом деле, здесь объем 30 мл. В принципе, привычный объем. С SPF 15. У него очень хороший состав. По-моему, специально для проблемной кожи. Я себе заказала оттенок 03 Ivory. Мне, в принципе, подходит этот оттенок. Он прям на совсем маленькую-маленькую капельку темнее тона моей кожи. Но, в принципе, каких-то границ не появляется. Мне сам по себе тональный крем понравился. Но все-таки за такую стоимость хотелось чего-то большего. Большего покрытия мне хотелось. Я специально его заказала для того, чтобы скрывать свои такие вот красные пятна по стакне. Он их не сильно перекрывает. Хотя вот кроющая способность, вроде бы, как я читала, должна была быть хорошая. Пока не поняла. А вот следующее, от чего я просто пищала, визжала. Это самая знаменитая рассыпчатая пудра от Laura Mercier. Я думаю, что каждый, кто интересовался бьюти-темой, когда-либо слышал про эту транспарантную пудру, она нереальная. Она шелковистая, с супер мельчайшего помола. И эта пудра, прозрачная пудра, которая ничего вам не скроет, которая ничего не перекроет. Ее можно использовать для техники бейкинг. Я уже попробовала, мне понравилось. Действительно круто получается. Под глаза наносить толстым-толстым слоем. Также закреплять макияж. Также просто как финишную пудру использовать. Для того, чтобы делать такой софт-фокус эффект. Очень сильно мне эта пудра понравилась. У меня никогда в жизни еще подобной пудры не было. Я просто была в шоке. Я наносила на себя, смотрела с расстояния вытянутой руки на себя. И я видела, что есть вот тот самый блюр-эффект. И я его вижу на себе. И даже если я наношу эту пудру просто на увлажняющий крем или сыворотку, даже я вижу эффект. Мне кажется, что моя кожа становится красивей. Хотя она определенных каких-то вещей с кожей ничего не делает. Сразу вам скажу. Но здесь 29 грамм хватит на полжизни, наверное. Просто я ее обожаю. И сама упаковка мне понравилась. В общем, она очень-очень-очень крутая. Теперь однозначно это моя самая любимая пудра. И безумно рада тому, что я выбрала вот два этих продукта, себе заказала. А тени я вам сейчас покажу. Кстати, я тоже тени заказала за 300 рублей. Я сейчас покажу. Но они такие крутые. Можете наблюдать эти тени сейчас на мне. Новый какой-то бренд появился тоже на сайте LaFlat. Посмотрите, какие крутые тени. На эти тени и отзывы были отличные. Посмотрите, какое оформление. Вы можете себе представить? Тени стоят 350 рублей. А внутри это же огонь. Посмотрите, какие оттенки. И весь мой макияж сегодня выполнен именно этими тенями. И они довольно-таки хорошего качества за свою стоимость. Они неплохо пигментированы. Они хорошо передаются, если использовать базу под тени. Базу я использовала сегодня от Lora Pro как раз-таки. Ну, не знаю. Я в восторге от этих теней. Поэтому могу вам их порекомендовать. Пигментация хорошая. Они немножко осыпаются. Поэтому лучше сначала сделать макияж глаз. А потом уже наносить тональную основу. Ну, можно их использовать и в качестве дневной палетки. Можно какие-то фантазийные макияжи создавать. Также и вечерний макияж. Еще и зеркало хорошее. Довольно-таки большое есть. Магнитная вот такая крышка. Оформление шикарнейшее. Приходит в коробочке. И я в восторге от этих теней. Действительно. Ну, конечно же, в соотношении цена-качество. Да. У них не такое качество, как у Анастазии Бевридли Хиллз. И даже не такое, как у Урбан Декей. Но за 350 рублей у меня вообще в голове не укладывается. Кстати, что касается косметики. В том числе и люкс косметики. Она, я проверяла. Она стоит ниже, чем у нас в сети магазинов Литуаль. Да и в Литуале всех брендов этих нет. К сожалению. И так же еще и купоны и скидки я постоянно использую. Я делала последний свой заказ. Снова косметику заказала. В день Святого Валентина там была скидка 10 долларов на все заказы. Поэтому у меня вообще я всегда делаю с огромными скидками свои заказы. И, кстати, купон свой на скидку я тоже всегда оставляю внизу в инфобоксе. Так, давайте теперь я вам покажу еду. Вкусняшки. Я уже много раз говорила про сахар. Про то, что я стараюсь минимизировать употребление сахара. Ну, уменьшать, так скажем. И уже во влоге где-то я показывала, что я заказала на сайте iHerb ксилитол. Прочитала много. Ну, как много? Ну, 2-3 статьи-то разных точно прочитала. Также отзывы на сайте iHerb читала. Что ксилитол это самая лучшая замена сахаром. Вот, про сахар, про вред сахара часто меня спрашивают. Тань, ты почему сахар не хочешь кушать? Почему так плохо к нему относишься? Просто посмотрите фильм «Сахар» и вы все сразу поймете. Да даже первую любую статью открыть про вред сахара и воздействие на наш организм, вы просто обалдеете. У вас глаза на лоб полезут. И что касается ксилитола, это 100% органический продукт. Изготавливается он, по-моему, из дерева, из древесины. Ксилитол внешне очень сильно похож на сахар. Представляете, здесь 0 грамм сахара вообще нет. Я настолько рада, что я нашла вот такую классную замену. Мне она очень нравится по вкусу. По сравнению со стивией, допустим, нет какого-то горького привкуса. Я этим ксилитолом заменила сахар полностью. Я его добавляю в компоты, в выпечку, чтобы я не готовила даже блины. Вместо сахара я добавляю ксилитол. Очень-очень-очень рекомендую, если вы тоже задумывались когда-нибудь, чем заменить сахар. Я уже для себя решила, что самая лучшая замена сахару это мед. Но мед нельзя нагревать, тогда он теряет свои полезные свойства. А для выпечки и для всего прочего можно ксилитол использовать. Так что почитайте про ксилитол. Он, кстати, не только не вредный, он еще и даже полезный для организма. Следующее, то, что я заказываю постоянно и практически в каждый заказ в свою кладу хотя бы одну упаковку. Это органический какао-порошок от бренда California Gold Nutrition. Вот одна уже упаковка у меня очередная заканчивается. Осталась одна, нужно заказывать новую. В принципе, я ничего плохого не имею против какао-порошка, который продается в наших магазинах. Но просто я уже попробовала вот этот красный октябрь или как он называется. Какао-порошок у нас, который стоит 50 рублей за коробочку и вот этот. Конечно, это две большие разницы. Просто нужно попробовать и понять для себя, что это немножко разные вещи по вкусовым качествам. Следующее, то, что я очень часто заказываю, раньше маленькие пачки заказывала, теперь у меня вот эта огромная пачка заканчивается, это кокосовое молоко. Про молоко я тоже уже тысячу раз вам говорила, что я стараюсь опять-таки молоко как можно меньше употреблять. И что, здесь было 453 грамма, представляете, я уже приканчиваю. Мой утренний кофе просто божественен с привкусом кокоса. Я уже настолько привыкла к кокосовому молоку, вот к этому порошку, что не представляю свой кофе без этого порошочка. И вот он заканчивается, не знаю, буду новый заказывать или нет. Вот честно, конечно, дороговато, потому что у меня очень быстро заканчивается. Ой, зараза вкусная, но дороговато, дороговато. Следующее, то, что я вам покажу. Одну упаковку мы уже съели. Это просто такая вкусняшка. Это кремообразный кокос. Я заказала две упаковки, по-моему, даже цена у них была очень-очень бюджетная. Я открыла, в общем, мы с мужем решили попробовать чуть-чуть по ложечке. И в итоге не смогли остановиться, съели все. Посмотрите, здесь даже вот верхняя часть, это кокосовое масло. Вот такое вот оно в охлажденном виде, органическое кокосовое масло. Оно более твердое. А снизу это просто кокос. И вот эта паста, она такая сладенькая, она такая приятная. Не нужно, естественно, сахар сюда добавлять. Просто орешек дальше там поваляли где-то в кокосовой пудре. И все, Рафаэлки готовы. В общем, классно-классно. Скорее всего, буду заказывать еще, потому что это не очень дорого. И это нереально вкусно. Вместо конфеток просто супер-супер. Следующее, то, что я покажу вам из еды, я даже не знаю, показывать вам или нет. Потому что если вы попробуете это хоть раз заказать, и если вы, в принципе, любите тыквенные семена, вы не сможете остановиться так же, как я. Потом будете заказывать и заказывать. Короче, первый раз, когда я заказывала, я заказала одну упаковку. Мы ее втроем сели, Сонечка, Антоша и я. И за одну пачку, вообще за, не знаю, за 10-15 минут прикончили. Настолько это вкусные, эти тыквенные семена. Они, конечно же, уже очищенные. Вот, две упаковки. Смотрите, три я заказала, две мы уже, естественно, съели. Третья ждет своего часа. Про пользу тыквенных семян говорить нечего. Они действительно очень сильно полезные. Микроэлементы полезные содержат, и витамины. Плюс еще я слышала, что это там яд паразитов. Можно такое говорить или нет? Помогают. И, кстати говоря, они идут сразу же с морской солью. Немножко они подсоленные. Даже как легкий перекос, легкие снеки. Просто супер вещь. Один раз попробуйте, действительно, вас будет тоже не оторвать. Следующее, то, что я заказала из еды. Это вот такой порошок караба. Здесь, в принципе, только порошок караба в составе и находится. Я думаю, что если вы интересовались ПП, и если вы любите, пробовали когда-нибудь шоколадки из караба, представляете, да, что это такое. И аромат у этого порошка очень характерный. Пахнет вот именно карабом просто. Это полезно. Здесь, опять-таки, нет сахара, но сам по себе вот этот порошок немножко сладковатый на вкус. Добавляю в выпечку, в десерты. И специально заказала для того, чтобы готовить полезные, в общем, сладости, полезные конфетки. Следующее из еды супер-супер-супер всем рекомендую. Много блогеров, которые советуют вот этот чеснок измельченный от Simply Organic, по-моему, да. Господи, это нереальная вкуснотища. Вот во что бы вы ни добавляли этот сушеный чеснок, любое блюдо превратится в произведение искусства просто. Настолько ароматный, он настолько вкусный и здесь. И вот так много этого чеснока. Измельченный чеснок в пакетиках маленьких, которые у нас продаются по 15-20 рублей, вообще рядом просто не стоял. Если вы попробуете, вы тоже обалдеете. Ну, конечно, если вы любите чеснок, очень-очень-очень рекомендую любителям чеснока всем. Супер вещь. Сашульке моей невролог назначила витамины группы В. Но мы с ней посоветовались, поговорили. Она говорит, давайте, наверное, лучше можно даже дать мультивитаминный комплекс, где тоже присутствуют витамины группы В. И, в общем, я у нее спросила, можно ли заказать на сайте iHerb. Она одобрила. Я заказала вот такой вот бадью. Специально в жидкой форме. Потому что, Сашеньке, я боюсь в виде таблеток, я ей не даю. Она может и не доесть где-то, да, я не догляжу. И в форме жевательных вот этих мармеладок тоже я решила ей не давать. Жидкая форма. Ты точно знаешь, что ребенок все выпил. Жидкая форма, хороший состав. Все необходимые микроэлементы витамина здесь есть. В том числе есть витамин D. Поэтому, так, правильно ведь я говорю, я ей не даю витамин D? Да, есть витамин D. Слава Богу, я думаю, господи, неужели нет? Я ей потому что сейчас не даю, пока она пьет вот этот мультивитаминный комплекс. Вот. Но этот мультивитаминный комплекс идет для детишек от 3 лет. Поэтому, если будете детишкам младшего возраста заказывать, тоже, если вы ищете жидкую форму, обязательно норму нужно высчитывать, конечно же, с врачом. Да и любые препараты, в том числе и мультивитаминные комплексы, конечно, нужно подбирать вместе с вашим врачом. И Сонечке я сейчас заказала тоже, начали мы принимать, только вот начали неделю назад, вот такие витамины. Я, кстати говоря, точно вот эти же витаминки видела у Натальи Зубаревой, я на нее подписана в инстаграм, она распаковку в сториз показывала, это натуропат. Это цинк для детей, конечно же, здесь детская дозировка. А Сонечка у меня есть по одной таблетке. И самое-самое приятное, я очень сильно боялась, читала отзывы, что некоторые детишки отказываются кушать. А у меня Соня с удовольствием сама просит каждый день зверят. Я так рада, потому что на вкус я попробовала одну таблеточку, думаю, ну понравится, не понравится. Они на вкус кисловатые, с ароматом, легким ароматом цитрусового. В принципе, мне они приятно пахнут, и они такие веселенькие в виде, в форме зверушек, разных зверей. И что касается цинка, как я говорила, я видела у Натальи Зубаревой, хотя я не после ее, конечно, сториз заказывала раньше еще. Я знаю, что цинк назначают и в качестве профилактики, когда сезон ОРВИ, сезон простуд, особенно если дети ходят в садик. И во всех протоколах лечения вирусных заболеваний, простуды, гриппа, есть цинк, есть витамин С. Поэтому я думаю, что цинк это нужно, не то, что думаю, цинк это нужные вещи. И я пропила один курс тоже цинка, заказывала себе пиколина цинка, именно взрослую дозировку. Следующее то, что Саша, кстати говоря, тоже невролог назначила, это глицины. И в принципе, когда она назначила, я думала, а зачем глицин? И я изучила этот вопрос, домой приехала, почитала про этот глицин, зачем он нужен, и я решила, что мне тоже нужен глицин. В общем, смотрите, заказала от Торн. Это, наверное, самый дорогой глицин, который я когда-либо видела. Здесь дозировка для взрослых людей. Но, в общем, заказала нам с Антоном, хотя пока еще принимать я не начала. Нужно будет хотя бы свой курс еще какой-то пройти, потому что я вам сейчас покажу набор своих витаминов. Посмотрите, у меня здесь, сейчас я принимаю омега-3, у меня здесь лежит омега-3, витамин Е. Также витамин Д я принимаю тоже от Торн, я вам покажу. Вот так вот он выглядит, тоже недавно я заказала, по 2 капли я принимаю. Он идет сразу же с К2, потому что именно в этой форме он хорошо усваивается. И еще у меня здесь, я не помню, что у меня здесь, короче, но что-то очень-очень важное и очень-очень нужное. А, по-моему, здесь у меня коэнзим Q10 и что-то из новенького. Сейчас я, в общем, вам покажу. Очень удобная штука. Я теперь практически не забываю пить свои пилюльки. И вы знаете, честно я вам скажу, после того, как я начала вот так вот каждый день принимать, а я все время забываю что-то допринять, я стала лучше себя чувствовать. У меня ногти перестали расслабиться, и я спокойнее спать стала. И вообще стала засыпать и нормально спать ночами. Следующее, то, что я заказала, это тоже легендарный, наверное, препарат Эпикор. Он называется, я думаю, что кто давно сидит на iHerb, уже неоднократно слышали про Эпикор. Это у нас бренд California Gold Nutrition. Вот эта бадья стоила, ну, здесь 360 капсул. Я заказала на всю семью. Я уже разделила, отправила дяде в посылки, отправила маме свои капсулки. Нам с Антоном оставила. В общем, будем с Антоном при необходимости принимать вот этот Эпикор. И, конечно же, я ей Сонечке своей заказала. Детский Эпикор, здесь уже дозировка гораздо меньше. Если спросите, для чего нужен вообще этот Эпикор и что он делает, это, на самом деле, бады растительного, натурального происхождения, так скажем. Это не химический какой-то препарат. И самое интересное, конечно же, это принцип его действия. Как он воздействует на вирусы, именно на вирусные инфекции. Когда вы начинаете заболевать, плохо себя чувствовать, понятно, что витамин С, цинк, обильное питье, фрукты, витамины, все дела. Мы все это соблюдаем, проветриваем. Плюс еще добавляем Эпикор этот. Но я еще не пробовала, потому что пока еще таких проблем не было у меня. И этот Эпикор начинает борьбу с вирусами. Причем он запускает именно иммунитет не так, как это делают ферроны, которые, наоборот, в итоге наш иммунитет сажают. Немножко по другому принципу. Можете зайти на тот же сам iHerb, почитать и отзывы прочитать. Про витамин D, кстати говоря, я почему-то очень мало сказала. На самом деле это очень-очень важный витамин для организма не только детского, но и взрослого человека. И вот почему я заказала именно этот витамин, я слышала рекомендации именно врачей, в том числе и на YouTube. Я смотрела какие-то лекции. Именно от врачей традиционной медицины, не только натуропатов. И от Торн советовали именно врачи. Заказала вот этот витамин D, кстати говоря, для нас с Антоном после разговора опять-таки с нашим неврологом. А это очень уважаемый невролог в нашей республике. И, конечно же, когда она сказала, что на самом деле у 99-90% населения России есть дефицит витамина D, и даже она говорит, вот я регулярно выезжаю на море, она мне сказала, можете даже не тратиться на анализ. Я, говорит, делала этот анализ, который стоит 2,5-2 тысячи рублей. И она говорит, даже у меня, хотя я часто выезжаю на море, получаю солнечные ванны, у меня был дефицит вот на такой пограничной зоне. Она каждый день, я, говорит, я сама принимаю витамин D. Поэтому она и мне посоветовала принимать витамин D, и я ее, собственно, теперь принимаю. Ну и что, детский витамин D я, конечно же, тоже заказала. Вот новая упаковка у меня стоит, потому что у девчонок я даже не открывала. Видите, это витамин D, он идет, если я не ошибаюсь, с кокосовым маслом. Но витамин D, он жирорастворимый, его обязательно нужно с каким-то маслом принимать. Я его еще не открывала, потому что Сашулька у нас пьет мультивитамин и получает витамин D именно с мультивитаминным комплексом. После всей этой шумихи с коронавирусом, и не только, и в принципе у нас тут все школы, садики закрываются на карантин, и огромное количество людей болеют, я заказала, как ненормально, я заказала, смотрите, сколько всего я верю в силу гомеопатии. Поэтому если вы против гомеопатии, можете закрыть уши. Я заказала гомеопатические препараты для девчонок. Конечно, это гораздо лучше спасаться гомеопатии в самых начальных этапах. Принимать витамин С, как я говорила, обильное питье, проветривание и все такое. И принимать гомеопатические препараты, которые нужны. У них есть определенная схема. Сначала каждые 15 или 20 минут, потом через каждые 2 часа принимать до исчезновения симптомов. И они, на самом деле, конечно же, гораздо более безвредные, абсолютно безвредные по сравнению с действием антибиотиков. Потому что если болезнь запустить, то она, конечно же, может перерасти. И в пневмонию мы все это проходили. Поэтому я запаслась. На всякий случай у меня есть для Сонечки от 2 до 12 лет. Вот такое вот средство гомеопатическое. Конечно же, на каждое средство я постараюсь, это, наверное, будет бесконечный список, постараюсь все ссылки оставить. Второе средство от Натровио. Это самое популярное средство для лечения ОРВИ. Далее заказала еще вот такое от Байрон. Я вот этот бренд просто вообще очень сильно обожаю и уважаю. И много что мы использовали уже от Байрон. Наверное, правильно я читаю. Вот это тоже детишкам. По-моему, это я Саше заказывала или тоже от 3 лет. Ну, в общем, посмотрим. Вот это точно Саше. Потому что 6 месяцев плюс, посмотрите. Вот. 4 средства гомеопатических препаратов заказала. В общем, если вдруг начнется вспышка какая-то вирусная. Когда у меня Сонечка начинает чихать, когда у нее появляются сопли, либо она переохладилась. То есть я ей сразу же даю бузину. Я правильно тебе сказала, надеюсь? Как-то меня исправляли и я опять забыла. Простите. Бузина, в общем, для иммунитета. Помощник для иммунитета. Видела опять-таки вот эту бузину от Гая Китс у Натальи Зубаревой. В общем, не знаю. Я как будто читала ее мысли. Заказывала. Если я не ошибаюсь, здесь, по-моему, даже цинк есть. Нет, цинка нет. Цинк нужно, значит, давать отдельно. В общем, нужно посмотреть. Вот. Бузина у нас есть. Далее следующее, то, что я заказала, это капсулы тысячелистника. На самом деле, тысячелистник я заказала еще и в жидкой версии для детей. В общем, я знаете, у меня, конечно же, здесь ничего не открыто. Вы не думайте, что я вот это все пачками употребляю и все пью. На самом деле, я для себя заказала такую домашнюю аптечку. Я заранее составила список того, что мне обязательно нужно иметь в запасе на все случаи жизни. И следующее, то, что я вам покажу. Вот, например, тоже. Смотрите, магний. Он у меня, как вы видите, тоже запечатан. Но я чувствую, что вот пропью сейчас курс своих вот этих таблеточек. И магний мне тоже нужно пропить, потому что у меня иногда бывают судороги в ногах. Мне как раз сказали, что это в том числе от недостатка магния может быть. В общем, посмотрим. Здесь 120 капсул магний заказала. И он еще успокаивает нервную деятельность. Насколько я понимаю, это мне тоже вообще не помешает. Но такие средства, такие БАДы, витамины, микроэлементы нужно, конечно же, использовать, употреблять. Только либо после самостоятельно сделанных анализов, либо только после консультации с врачом. Что еще из интересного? Кварцетин я заказала. Тоже для поддержки иммунной системы. Посмотрите, тоже не открыто. Просто в мой список домашней аптечки вот эти средства входили. И, ну, можете перейти, почитать, посмотреть, для чего вообще мне это надо, почему я заказала. Следующее, то, что у меня здесь еще осталось, представляете, это еще не все. Следующее, наше сейчас спасение. Слава богу, мы начали спать. Как только я начала Сашульке давать вот это средство. Это гомеопатическое средство при болях, при прорезывании зубов. Четвертый клык прям очень тяжело Сашеньке, дается просто нереально. Хорошо, что, ну, без температуры просто она очень сильно капризничает. И ночами просыпалась, раз 10 могла проснуться. Сейчас, слава богу, такой проблемы пока нет. Вот пока мы принимаем вот эти капельки. Я эти капельки берегу, хотя вот вчера я сделала заказ и снова их заказала, потому что я понимаю, что они реально спасают. И я очень люблю от Байрон Камиллу. Вот это средство, не знаю, раз 10, наверное, эффективнее, чем Камилла. Вот. Единственное, состав у Камиллы получше здесь, потому что консервант содержится. Но насколько же это эффективно? И ребенок сам не мучается, он высыпается. И мама высыпается, в общем, да. Тысячелистник я также заказала в жидкой форме. Кстати говоря, тысячелистник это природное средство для того, чтобы снять температуру. Он очень мягко опускает температуру. Ну и, знаете, противовоспалительное какое-то действие имеет. Ну и про тысячелистник тоже много всего хорошего я прочитала, на самом деле. В общем, как почитаешь, хочется сразу же все заказать, чтобы все у тебя на всякий случай это было. Как вы понимаете, да, это все тоже не открытое, вот все запечатанное, чтобы вы там не боялись, не думали, что вот раз я все это показываю, значит, мы все это дружненько открываем, всей семьей вечером садимся, заливаем там все эти витаминки себе в рот. Следующее, то, что я заказала, вот это мы, этим мы уже пользовались, когда у Сонечки был кашель. Это солодка, но в отличие от нашей аптечной солодки, она идет без спирта. Очень-очень, конечно, она насыщенная, и у нее вкус такой насыщенный, именно лакрицы. Следующее, то, что я заказала, это тоже средство от кашля. Я, кстати, да, заказала солодку, я заказала корень алтея, я заказала вот этот коровяк для того, чтобы готовить отхаркивающее средство, вот, отхаркивающий сироп. Тоже я этот рецепт нашла в рецептах у натуропата, в том числе и у врачей, многие рекомендуют. Вот коровяк, это растение такое, и вот как раз-таки вот эти капельки, ну и капсулы коровяка, они от хронического кашля, от затяжного такого глубокого кашля. Что еще? О, эфирные масла, я теперь без эфирных масел жить не могу, я очень рада, что у меня увлажнитель воздуха с функцией такой, что можно туда добавлять эфирные масла. Я уже закончила, я заказывала эфирное масло чайного дерева, представляете, оно закончилось на всю нашу семью, на все комнаты, я везде просто распыляю, везде использую для того, чтобы убивать бактерии, вирусы. В общем, я все равно в это все верю. И следующее, то, что я вам покажу, это камфорное масло, вот так вот оно выглядит, как же оно классно пахнет. Следующее масло, может быть, я тоже закажу камфорное, может быть, еще раз повторю эвкалиптовое. Насколько же эфирные масла качественные на сайте iHerb, у них и цена, конечно, не 50 рублей, но они действительно работают, они действительно качественные, вот такие пробивают хорошо. Неужели я все закончила? Вот такое было длиннющее видео, я вам все показала, но я думаю, что кому-то, возможно, эта информация может же быть полезной, да. Вот, поэтому я рада с ней поделиться, то, что я заказываю на сайте iHerb. Все ссылки я вам оставлю внизу на те средства, которые есть еще там на сайте, поэтому заглядывайте в инфобокс, и на этом я с вами буду прощаться. И пишите в комментариях, что вы заказываете на сайте iHerb, мне будет интересно почитать. Вот, пока-пока, всем желаю крепкого здоровья, обязательно, вот, хорошего настроения и до новых встреч в моих новых роликах.